Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Видов пернатых хищников множество. Мы уже обозревали некоторые виды из подсемейства орлиных, они же в просторечии орлы. Однако орлы тоже входят в одно большое ястребиное семейство, и наш сегодняшний гость как раз оттуда. Встречайте ястреба-тетеревятника, он же голубятник, курятник, утятник или большой ястреб. Вид хищных птиц рода ястребов семейства ястребиных. Название, вероятно, сформировано на основе древнеславянского корня в значении скорость, а окончание имеет значение рябой или пестрый. Это и понятно, ведь характерная черта охоты ястреба — молниеносный бросок на жертву, а поперечно-пестрый рисунок на груди дает в языке прилагательное ястребиный. С виду наш хищник довольно угрюм. Такой суровости ему придает густая монобровь над клювом, а мощная растительность и надбровные дуги придают ястребу еще более грозный вид. На самом же деле эти обвесы служат для защиты глаз при возможном столкновении с ветками в момент погони за жертвой. Кстати, у взрослых особей глаза ярко-оранжевого цвета, а у молодняка желтого. Ястребы-тетеревятники — это самый крупный вид рода ястребов. Самцы обычно весят около килограмма, длина составляет в среднем до 55 сантиметров. Размах крыльев варьируется в пределах одного метра. Самочки немного крупнее и весят около полутора килограммов. Окраска как у самцов, так и у самок — от синевато-серого до черного. Спина-голова обычно более темные. Нижняя часть светлая с отчетливой серой поперечной рябью. У молодых ястребов окраска заметно отличается от взрослых особей. Их верхняя часть — голова и внешняя часть крыльев — коричневые, а грудка — белая. Ястреб-тетеревятник прописался в горах и лесах всего Евразийского континента и Америки, широко распространен в лесах Европы, Азии и Северной Америки. Ну а длинный хвост и короткие крылья позволяют ему успешно рулить и разруливать между деревьев. Большинство популяций ведет оседлый образ жизни и, как правило, придерживается одной территории. Семейная пара тетеревятников перед и во время строительства гнезда отчетливо демонстрируют воздушные пируэты. Если кто-либо вторгается на их территорию, пара отчаянно будет ее защищать. Во время гнездования индивидуальная территория в целом составляет от 600 до 3000 гектаров. Тетеревятник — ловкий и очень сильный охотник, обладающий самыми разными приемами ловли довольно крупной добычи. Самка-ястреба может справиться и с уткой, и с тетеревом, и с зайцем. Но такая крупная добыча для тетеревятника все же скорее исключение. Недаром старинное русское название этого хищника ястреб-голубятник. Добыча именно такого размера для него оптимальна, потому столь обычны в его рационе сороки, вороны и грачи, особенно в пригородных лесах, где и отмечается их высокая численность. Ну и куда же без голубей, которых тетеревятник особенно не любит. Но если голуби — вполне мирные создания, и сдачи дать не могут, то вороны платят за это ястребу лютой ненавистью. Если им удается заметить его, пересекающего открытое пространство, то они тут же собираются в огромную стаю и начинают его преследовать. Наиболее распространенный охотничий прием тетеревятника — это охота из засады. Обычно ястреб прячется в средней части кроны дерева, присаживаясь на ветку ближе к стволу, но так, чтобы перед ним и ниже было достаточно пространства между ветвями для стремительного броска. Для засады выбирается место с высокой вероятностью появления жертвы и в то же время ограничивающее ее движение. Тетеревятник способен сидеть в засаде больше часа, но при отсутствии добычи меняет место. При скрадывании намеченной жертвы с очередной присадой он, как правило, не слетает, взмахивая крыльями, а ныряет вниз, как бы падает, прижав крылья к телу и раскрывает их у самой земли. Жертвы замечают его в последний момент и не успевают набрать необходимую скорость, в то время как скорость разогнавшегося после нырка с присады ястреба достаточно велика. Этот же прием бреющего полета ястреб часто используют при нападении в последнем атакующем броске. Но в этом случае он не планирует, а усиленно машет крыльями, разгоняясь изо всех сил. Низким бреющим полетом ястреб пользуется и для поиска жертвы, пролетая вдоль опушки леса или полосы кустов. При этом он может либо сразу схватить испуганно вылетевшую птицу, или, вспугнув ее, преследует. Не успевшая набрать скорость жертва начинает метаться из стороны в сторону, пытаясь избежать ястребиных когтей. Иногда ей даже это удается. Ястребы и деревятники могут охотиться парой. Один из членов пары следует на бреющем полете вдоль полосы кустов или деревьев, вспугивая сидящих в них птиц. А второй летит выше и немного впереди, готовый к броску сверху. Вылетевшую птицу или выскочившего зайца атакует тот, что сверху. Но если он промахивается, за ускользающей добычей устремляется загонщик, начиная преследовать ее в угон и атакуя снизу. Если жертва опять уворачивается, ее вновь атакует первый, успевший выровнять после промаха свой полет и набрать скорость. Такая совместная охота почти всегда бывает удачно. Хотят любви ястребыть и деревятники один раз в год, в период между началом апреля и серединой июня. Прелюдиями служат чудеса на виражах. Будущий дом парочка строит вместе. Его ястребы начинают строить еще за два месяца до откладки яиц. Гнездо имеет около метра в диаметре. Строится из сухих веточек, обвитых зелеными побегами или кусочками коры. Обычно самка откладывает два-четыре яйца с интервалом в два-три дня каждое. Вылупившиеся птенцы остаются в гнезде 35 дней, после которых начинают перебираться на соседние ветки того же дерева. Летать они начинают тогда же, но продолжают кормиться у родителей до тех пор, пока им не исполнится 70 дней. Полное покидание родителей часто происходит внезапно, и почти все молодые ястребы становятся полностью независимыми уже на 95-й день своего рождения. А готов обзавестись собственной ячейкой общества, молодой тетеревятник уже через год. В силу своих боевых навыков наш сегодняшний гость часто вербуется человеком. Все потому, что, будучи в качестве наемника, ястреб успешно втирает в грунт всякую дичь. Например, выгоняет с аэродрома всяких там залетных кандидатов на фаршировать движок самолета. А как Вы считаете, кто сильнее кого не любит? Тетеревятник голубей или вороны не любят ястреба? Пишите в комментах. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова